Большое новоселье в Крымском районе. В хуторе школьном открыли новую школу, построенную по поручению Путина. Торжественная церемония открытия приняла участие вице-губернатор Кубани Анна Менькова. Было тесно в старом школьном здании. Школа празднует сегодня новоселье! На мероприятии присутствовали исполняющие обязанности министра образования, науки и молодежной политики Константин Федоренко, глава района Сергей Лесь, представители акционерного общества «Каспийский трубопроводный консорциум», жители муниципалитета. По словам Анны Меньковой, новое здание школы номер 59 стало настоящим подарком для учителей и учеников. Анна Алексеевна от имени губернатора Кубани поздравила всех с важным и значимым событием. Нет сегодня другой задачи для нашего региона, более важной, более перспективной, чем строительство новых школ и обеспечение детей с самым лучшим образованием, которое могут дать сегодня наши учителя. Я хочу отдельное слово благодарности сказать нашему социальному партнеру, Каспийскому трубопроводному консорциуму, который уже на протяжении достаточно долгих лет является, насколько я знающища, единственным предприятием, самым надежным, ответственным, который по-настоящему понимает, что такое социальная миссия в регионе, в котором предприятие работает, который сегодня вместе с нами строит школы, ремонтирует школы, покупает новые автобусы для того, чтобы мы могли доставлять вовремя детей в школу. Огромная благодарность, Михаил Игнатьевич, в вашем лице руководству Каспийского трубопроводного консорциума. Я надеюсь, что мы с вами еще поработаем, и это не последний объект на территории Краснодарского края, который мы совместно введем, и наши дети будут счастливы. Школа была возведена не по типовому проекту, а с использованием блок-контейнеров, универсальных разборных модулей, позволяющих построить здания в сжатые сроки. Были полностью оборудованы столовая, спортзал, компьютерный класс, душевые, туалеты в помещении. Я, конечно, желаю вам в этой новой школе обрести не просто новые знания, а обрести, конечно, новых друзей, найти себя, понять, кем вы хотите стать в жизни. Я хочу поблагодарить строителей, которые достаточно короткие сроки этот объект возвели, он не такой уж легкий этот объект, здесь тоже были свои сложности. Тем не менее, то, что мы сегодня видим, это по-настоящему современная школа. Я вам всем желаю доброго пути, хороших отметок, ну и, конечно, я поздравляю учителей с тем, что сегодня вы имеете возможность учить детей и преподавать в совершенно других условиях. И поздравляю родителей с тем, что ваши дети имеют возможность сходить в такую прекрасную школу. По словам заместителя генерального директора акционерного общества «Каспийский трубопроводный консорциум» Михаила Гришанкова, важно было завершить проект вовремя, чтобы дети как можно скорее смогли войти в светлые просторные классы. Я думаю, что если посчитать, то не так часто вводятся новые школы. По сути своей, сегодня дети пойдут в новую школу. С одной стороны, они вроде как переезжают из старого здания, которое закрыто, закрыто красивой картинкой, но, честно говоря, когда я первый раз приехал в уторшкольный, посмотрев, в каких условиях учились дети, у меня родилась такая же боль, которая родилась когда-то у жительницы утрошкольного, которая позвонила в администрацию президента. И, на мой взгляд, совершенно неправильно. Утрешкольная была старая школа. Поэтому не буду скрывать, для нас, для Каспийского трубопроводного консорциума, сотрудничество с Краснодарским краем является одним из приоритетов. Мы находимся здесь давно, долго. И, Анна Алексеевна совершенно правильно сказала, политика руководства, политика акционеров максимально вкладывается в развитие территории, максимально вкладывается в социальную сферу. Здание новой школы рассчитано на 120 человек. Сейчас здесь обучаются порядка 115 детей. Школа также попала в проект «Доступная среда». Теперь в ней смогут учиться и дети с ограниченными возможностями здоровья. Первое, мы выполнили поручение президента. Я хочу поблагодарить губернатора Кубани, Вениамин Ивановича Кондратья. Хочу поблагодарить руководство Каспийского трубопроводного консорциума за ту помощь, которую они оказывают не только этой школе, но и постоянную нашему району. Огромное спасибо. Хочу обратиться к педагогам, хочу обратиться, ребята, к вам. Прославляйте школу. У вас есть современная школа. Такая школа – мечта любого города. Школу в Хуторе-Школьном возводили по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. С этой просьбой к нему обратились жители поселения. Старое здание школы не подлежало ремонту. На строительство и оснащение кабинетов было выделено около 60 миллионов рублей. Лента разрезана! Ура! 1855 квадратных метров счастья – так называют новое здание школы педагоги. По проекту школа П-образного типа. С высотой потолков 3 метра, с просторными классами, столовой и спортзалом, а также обустроенной территорией. И, что немаловажно, современным дизайном. У нас там спортивный зал всего был ничего, а здесь спортивный зал просторный. Что дети говорят про новый спортивный зал? Очень нравится всем. Он большой, просторный. Здесь чемпионов нам хотя бы краевого уровня. Да, будем. Будем рассчитывать. Рассчитываем. Мы обещали на Алексеевну. Краевого. Краевого. Хотят. Хотят. Мы будем стараться. Самые маленькие ученики 59-й школы хуторо-школьного с огромным удовольствием показали гостям свои просторные классы. Куда идти? Надо где повернуть. А где ваши места? Как настроение у вас? Отлично. А что, почему отлично? Потому что новую школу. Построили новую школу. Построили новую школу. А ты ходил в старую, да, до этого школы? А там как было грустно. А здесь совсем по-другому, да? Ну, дай бог. Дай бог. Здесь хорошо.